Прямой репортаж о втором и третьем периодах международной встречи по хоккею между сборными командами. Швеции и Советского Союза. Комментатор Владимир Перетурин. В перерыве матча обзор событий в мире. Вчера в Евле стоялся первый матч. Напомню, победила сборная СССР за счетом 4-2. А сейчас только что начался второй период второго матча. После 20 минут игры счет 2-0 в пользу сборной команды Швеции. Но чуть позже будет пауза и мы вам покажем, как были заброшены первые шайбы. Сейчас шведы играют в меньшинстве. Ну вот, посмотрите, как была заброшена шайба на третьей минуте. Защитник Томас Эриксона сейчас ездил в камейки. Нужен, смотрите, надо сделать хорошую передачу. И Сильвер подправил ее в ворота. А вторая шайба была заброшена на 20-й, простите, на 15-й минуте. Опять с подачи того же Томаса Эриксона сильно бросил от синей линии Валтин. И шайба влетела в сетку ворот, которая защищает сегодня Мышкин. В это время наши хоккеисты играли в меньшинстве, был удален Кожевников. Несколько слов о первом периоде. Прямо скажу, неудачно провели эти 20 минут наши хоккеисты. Много ошибок совершали защитники, были пассивные нападающие. И игра в большую часть времени шла в ворот Мышкина. А шведы наоборот. И во вчерашнем матче, и в сегодняшнем показывают очень хороший быстрый хоккей. Жестко, темпераментно действуют защитники, нападающие у своих ворот. Быстрые, крайние нападающие. Ну, собственно, вы сейчас увидите, как протекает игра. Атакуют хоккеисты сборной команды Советского Союза в воротах Мышкина. Наши спасены в красной форме, вы поняли. Это Касатонов бросает. Касатонов, Гимаев. И шайба в воротах. 2-1, Гимаев сильно бросает шайбу. И, по-моему, это Светлов подправил шайбу. Сейчас еще раз посмотрим. Герасимов. Герасимов забрасывает первоответную шайбу. 2-1. Идет третья минута второго периода. В составе сборной команды Советского Союза. Много новичков, много молодых игроков. Ну, вот сейчас Кожевников идет с Кваратом. Вместе с Кожевниковым в третьем периоде играет. Играет, я смотрю, произошли перестановки. Появился... Появился Светлов. В первом периоде третьяк и Тюменев. А все остальные хоккеисты... И Светлов, и сейчас остальные хоккеисты участвовали в игре. Ну, чуть позже мы уже более внимательно посмотрим составы команд. Сейчас сборная команды Советского Союза атакует Кожевников. У шведов в обороне Андерсон. Третий номер, седьмой Хиаглунд. И тройка Рунквиста. Лоб, Рутквист, Градин. Беллидинов бросал. Беллидинов, Первухин. Велитало. Вчера защищал ворота сборной Швеции Лас Эриксон. А сейчас Гёте Велитало. Ну, впрочем, вы сейчас можете посмотреть, в каких составах выступают хоккеисты. Сейчас вино Голикова на площадке нашей сборной. Голиков, двадцать пятый номер, двадцать шестой Скворцов, тринадцатый Дороздецкий, в обороне Мартынов и Бабинов. Вино Берглунда. Девятнадцатый номер Берглунд, восемнадцатый Сундтрём, двадцатый Эриксон. Это тройка нападения. Вратарь Велитало остановился. Курточник в Словакии. Дик Валстрём и Томас Нострём. Шведские, викистые. Первая пятерка. Сборная команда Советского Союза на льду. Лорионов, одиннадцатый номер. Девятый Крутов, десятый Мальцев. Второй номер. Петитов капитан Комальцев. Крутов назад. У шведов состав. Валцем четвертый номер. Красиво. Очень красиво сыграл. Валцем четвертый, вылетал и поймал шайбу. Валцем четвертый, двадцать седьмой. Безусловно, сильнейший защитник сейчас сборной команды. Шведский капитан команды Томас Эриксон. Двадцать седьмой номер. Вы увидите его еще в игре. И в атаке он участвует. И хорошо действует вблизи своих ворот. И звено Ульсона. Двадцать третий номер центральный нападающий Ульсен. Двадцать второй Сёдергрен. И шестнадцатый номер Мёрд. Шайба за воротами шведской сборной. Чуть позже я расскажу о том, как проходила вчера игра в Явле. Это Петисов неудачно сыграл, спасал шайбу в борт. И там она попала к Эрикссону Томасу. Томасу Эрикссону. В составе команды Швеции пять хоккеистов с фамилией Эрикссон. Так что мне придется называть их еще и по именам все время. Это Казатонов. Лучшие, безусловно, это Томас Эрикссон из Эрикссонов. И Роланд Эрикссон центральный нападающий. Один из самых опытных. Казатонов, какой сильный бросок попал во вратаря. Шестая минута второго периода. 2-1 по прежнему в пользу сборной Швеции. Питники нападающие тут помогают ему. Вот перед вами Роланд Эрикссон. Пятнадцатый номер. Рядом с ним двенадцатый номер Угландар. И четырнадцатый номер девятнадцатилетний Сильвер. Тот самый Сильвер, который забросил сегодня первую шайбу. Шведы атакуют. Петисов. Вышли хоккеисты уже на звена Быкова. Это Герасимов. Быков. А теперь Хегланд. Вчера лишь в третьем периоде наша сборная показала настоящий, быстрый, атакующий хоккеисты. Прямо тренеру Тихонову нахмурить брови и повысить голос, как тут же спортсмены заиграли полную силу. Ну, действительно, пришлось Тихонову и нахмурить, наверное, брови и повысить голос, поскольку во втором периоде хоккеисты в сборной СССР действовали сегодня так же, как примерно в первом. Очень много было ошибок в обороне. Во вчерашнем матче две шайбы было заброшено на втором периоде. И еще три раза. Семенов и Светлов. Белелединов-Первухин. Пятерка сборная СССР. И звено Румквиста. Один номер Румквист. 21-й Градин. Вот он сейчас за воротами Мышкина проезжает. Белелединов. Конечно, еще у нашей сборной много проблем. Трудное положение вышло с честью нашей сборной. Но теперь предстоит сегодня доказать нашим хоккеистам, а молодежи доверяется место в основном составе, даже в трудные минуты, предстоит доказать, что... Итак, на льду 25-й номер Голиков, 26-й Скворцов и 13-й Троздетский. Передача в бортик. Вы знаете, не просто выбрасывал шайбу шведский защитник. Он делал передачу. Надеясь, что от бортика наскочат прямо наши нападающие. Прикрыли... Наши крайние нападающие очень хорошо прикрыли защитников. И у тех не было возможности снабжать шайбой своих форвардов. Так что бомбардиры, снайперы шведской сборной оказались без патронов, как говорится. И поэтому уже перестали атаковать. В то же время защитники стали ошибаться. Ну, посмотрим, будет ли сегодня таким же заключительный один из лучших игроков клуба Юр Гордон. Он лидирует в списке снайперов первенства Швеции. Вот клюшкой зацепил Троздетского. Восьмая минута второго периода. 2-1 по-прежнему в пользу хозяев льда. Вы знаете, вот вчера во втором периоде наши спортсмены четырежды играли в большинстве. И ни разу не использовали преимущество. Ну, это тоже от того, что новые звенья. Хорошая передача Мальцева-Крутов выходит вперед. Обыгрывает защитника. Новые звенья хоккеисты еще, может быть, не сыгрались. И поэтому это сказывается вот главным образом на игре причисленным преимуществом. Аварионов на левом фланге. Мальцев на месте центрального нападающего. А Крутов прямо перед вратарем стоит. Это Андерсон. Третий номер. Атака продолжается. Крутов делает хорошую передачу, Касатонов. Штанга. Вчера отличился защитник Петисов. Он забросил две шайбы. Но у шведов сегодня отличился Валтин. Он забросил одну шайбу. Петисов опять пошел вперед. Прокатился за воротами. Хороший пас. Ногой почему-то Крутов останавливал. А теперь контратака. Могла быть. Могла быть контратака шведов. Но у Ландер. Как-то робко пошел вперед. Крутов. Рядом с ним и Ларионов, и Мальцев. Вошли все пятерки наших спортсменов в зону шведов. Мальцев. Петисов. Не попал Мальцев по шайбе. А это Роланд Эриксон. Несколько лет он не выступал в составе сборной команды Швеции. Играл в заграничных клубах. Национальной хоккейной. Элеги в командах Ванкувера. Быков. Герасимов. Васильев. Сергей Гемаев. И Касатонов. В составе сборной команды Советского Союза 7 защитников. И вот поочередно. Сергеем Гемаевым играют игроки обороны из других звеньев. Четка Сатонов. Гемаев. В первом периоде, что удивительно, шведы имели преимущество в скорости. Это Михаил Васильев. Подобратите внимание, как действуют шведские защитники, нападающие вблизи своих ворот. Идет один спортсмен. Одесский кейс ведет борьбу за шайбу. А другие прикрывают, стараются прикрыть свободных наших спортсменов. Безусловно, сейчас будет удаление. И опять аналогичное нарушение. Стрея пожестче. Начали наши спортсмены атаковать соперника в чужой зоне. Как тут же участились ошибки. Приходится нарушать правила для того, чтобы не позволить сопернику забросить шайбу. Думаю, только что видели Барнстрима, старшего среднего, а теперь удаленного игрока. Десять минут с игры на во втором периоде. По-прежнему 2-1 в пользу шведов. В нашей команде сейчас одна замена. Вместо Касатонова на лед выкатился. Вышел Беллилидинов. Итак, Быков с партнерами. В обороне Гемаев и Беллилидинов. У шведов седьмой номер Хеглунд. И его партнер по обороне третий номер Андерсон. И два форварда. Сундстрим, восемнадцатый номер. И двадцатый Ян Эриксон. Итак, атака начинается. Нужно войти в зону. Вошел Герасимов. Хорошо вошел. Тут же партнеры рядом уже. Беллилидинов. Гемаев размайкивается. Сильнейший бросок не точно. Нужно отходить назад. Крутов. Мальцев уже на льду. Сейчас первая пятерка. Целиком будет уже на площадке. Беллилидинов. Мальцев пошел вперед. А шайба отскочила в угол площадки. Атака продолжается. Быков. Мальцев. Защитники свободны. Мальцев сделал вчера две очень хорошие передачи. После которых были заброшены шайбы. Вновь. Приходит отходить назад. Мальцев. Гемаев. И опять шайба в средней зоне. Восемь минут тридцать четыре секунды до конца второго периода. По-прежнему два-один. Второй год работает на шведской сборной. Андер. Пара с трем. И команда, знаете, меняется на глазах. Ну, во-первых, уже второй год мы видим, как шведы играют в четыре звена. Меньше стало значительно нарушений. Грубой игры. Крутов не точно. Очень хорошо обороняются нападающие. И, вы знаете, аккуратно действуют в середине площадки. Передачи стараются делать точно. Крутов опять не точно бросается. Петисов. Второй номер это Андерсон. Двенадцатый номер это Семенов. Это Кожевников. Кожевников на левом фланге. Светлов. Нет, не успел. Еще бросок. И опять красиво играет вратарь. У Москвы присутствует около 7 тысяч зрителей. Стадион большой. Мещает 12 тысяч зрителей. Но сегодня не полон. А вчера в Евле стадион был заполнен до отказа. Стадион небольшой. 6 килограмм. Чуть больше, да. 7 минут 29 секунд. Осталось играть во втором периоде. Семенов. Проиграл в браслоне. Роланд Эриксон. Бландер. Сильвер. Валкин и Томас Эриксон. Состав шведов. Светлов. Кожевников. Светлов. Не удалось ему сделать передачу. В сегодняшнем матче не было у наших спортсменов ни одного выхода один на один. Но это прежде всего говорит о том, что шведская сборная защищается очень удачно. Шведская сборная в значительной степени изменился. Лоб бросает. Это раз Мышкин играет хорошо. В значительной степени изменился. 10 новых хоккеистов по сравнению с прошлым чемпионатом мира. Голиков в положении вне игры. Дикторей и спортсменов покинут Швецию до чемпионата мира. В частности, такой известный клуб Монреаль Канадин подписал контракт с воротарем Ларсом Эриксоном. Ну и еще несколько скифтов уже готовы отправиться за границу. Шайба в средней зоне. Кварцов. Здравствуйте, детский. Да. Вот мы видим передачи неточные. У наших спортсменов пока еще мало взаимопонимания. Ну, тройки создаются заново. Тренеры думают о будущем. Ну, безусловно, не забывая о сегодняшнем дне. Воспитывается молодежь. Сыгрывается звенья. Ну и, конечно, тренеры наших Тихонов, Юрзинов не забывают, что побеждать нужно и сегодня. Вот так решаются сразу две задачи. Подготовка будущей команды. Советские хоккеисты всегда проходят интересно. И можно молодым хоккеистам, молодым спортсменам и поучиться сегодня. Быков. Петитов. Неточный бросок. Пять минут сорок две секунды до второго перерыва. Пока все без изменений. Два-один. Наши атакуют больше, но шведы очень хорошо обороняются. Вот есть попытка войти в зону. Вошли наши спортсмены в зону, но сразу атака. Причем атакуют не только тех хоккеистов, которые с шайбой, но и стараются прикрыть свободных хоккеистов. Свободных спортсменов. Вот они находятся без шайбы. Девятнадцатый номер. Это Бергун. Ян Эриксон. Герасимов. Шведы меняют состав. Наши не воспользовались этим. На какое-то мгновение средняя зона была свободной. Крутов. Оставляет шайбу. Лорионов. Это Сергей Гемаев. Бросает. И шайба летит. Сегодня шведские операторы и режиссер. Много таких интересных около-хоккейных деталей нам показывают. Проброш шайбы. Еще обратите внимание. Шайба в третьей зоне. Двадцать третий номер. Ульсон. Ульсон, Мертв и Сёдар Грен. Вот Мертв. Мышкин вступил в игру. Мальцев. Касатонов. Наших нападающих шведы начинают атаковать в средней зоне. Я смотрю уже не первый раз. Защитники Касатонов и Ветисов очень хорошо этим пользуются. Неожиданно из глубины площадки выкатываются. Получают шайбу. И идут вперед. Идут впереди порой нападающих. Томас Эриксон. Пятнадцатый номер. Роланд, простите, Эриксон. Это Валтин. А вот этот Томас Эриксон. Мальцев. Пас назад задержался немножко в пятицу. Теперь будет положение вне игры. И шайбу прижимают. И вы знаете, очень долго. Сейчас будет удаление. Сборная Советского Союза играет в меньшинстве. Беллидинов на льду. Бабинов появляется на площадке. Семенов. Семенов и Светлов. У шведов звено Роланда Эриксона. Роланд Эриксон, Уландер, Сильвер. Ой-ой-ой, вратарь. Неудачно сейчас сыграл. В обороне шведов Андерсон и Хеглунд. Это Сильвер. Хорошая передача Ландер. Мышкин. Отбивает шайбу без особого труда. И Хеглун, седьмой номер. Очень быстрый хоккеист. Вы знаете, иногда мне кажется, что он просто спринтера рожден для того, чтобы участвовать в соревнованиях по конькам на спринтерские дистанции. И во вчерашнем матче, и в сегодняшнем, в первом периоде совершал стремительные рывки метров по 30, по 40. Причем хорошая у него стартовая скорость. Седьмой номер. Рогер. Хеглун. По-прежнему шведы имеют на одного пулевого игрока больше. В средней зоне борьба идет Андерсон. Беллидинов. Вот уже Сумуэльсон вышел на лед. Одинственный номер Рунквист. И игра остановлена в брасывании. Гемаев и Касатонов. Четверка сборной СССР. Рунквист, Лоуп, Городин. И в обороне у шведов Самуэльсон и Тельвин. Шведы имеют даже на одного игрока больше. Не торопятся. Стараются поточнее сделать передачу. Ждут партнеров в одиночку. Не идут вперед. И играют, в общем-то, осторожно. Каждый из нападающих готов в любой момент вернуться назад. Кожевников получил шайбу за красный. Комейка запасных сборной команды СССР. Быков и Берглунд на точке вбрасывания. Шайба вышла в среднюю зону. В хорошей позиции справа. Герасимов срезает угол, идет вперед. Нет, помешали ему. Ян Эриксон помешал Герасимову. Рунквист. И теперь уже Мышкин мы видим в крупном плане. Мартынов, Бабинов, Владимир Голиков, Дроздецкий, из Кварцов на льду. Эриксон. Берглунд. Вот Томас Эриксон ведет борьбу с Дроздецким. Дроздецкий пытается остановить его, не получается. Никак шайбу отсюда не вывести с этого угла площадки. Опасная ситуация. Бросок. Нет. Бросается под шайбу Бабинов и вовремя. У Ландера бросал метров 7. Наш обороняется Голиков, Владимир, Дроздецкий. И в это время звучит финальная, простите, звучит серия, развещающая о том, что второй период закончился. 2-1 шведы выигрывают. Перерыв. Заключительный третий период хоккейного матча, в котором встречаются сборные команды Швеции и Советского Союза. 2-1 пока в пользу шведов. Быстро и ветераны, и молодежь. И наша сборная вчера сумела вырвать победу, забросив 4 шайбы в заключительном периоде. Итак, теперь ворота. Сборная Швеции слева. Голкипер Гёте вылетала. Тридцатый номер. Ворота сборная СССР справа. В нашей команде сегодня играет Владимир Мышкин. Первые пятерки на льду. Рунквист, Городин, Лоуп, Валтин, Томас Эриксон. Пятерка шведов. Лорионов, Крутов, Мальцев, Фетисов, Касатонов. Настав сборной СССР. Мальцев идет вперед. Передача. Вдоль ворот не оказалось партнеров рядом. Но сейчас мы посмотрим, сумеет ли так же мощно наши сыграть в третьем периоде. И хватит ли сил у шведов играть так же у нас шведов. Андерс. Бармстрем заменил свой состав. А у нас те же кисти на льду. И ну, Берглун до сейчас на площадке. Берглун, Сульстрем, Ян Эриксон. В обороне Андерсон и Хеблун. Не успеть Мальцеву, Хайбер. Не успеть, безусловно. Хеблун. Раньше. Спелк Шайбдул, пал сам. Мальцеву не трогал. Портсменов других сборных команд. Чехловакия, Синляндия, Сиротина, Республика, Германия. Так что вот сборные команды шведов и Советского Союза за короткий промежуток проведут три матча. Сегодня второй. Вот и Светлов сейчас на левом планке. Светлов, Кожевников, Семенов, Первухин, Беллидинов на льду. У шведов те же кисти. Это Ян Эриксон. И опять игра остановлена. Не-не. Шайбу в нашей сборной забросил не Герасимов, а Быков. Быков забросил пока единственную шайбу в нашей сборной. Удаления нет. Игра продолжается. Ямаев. И теперь Шведы тут вперед. Шоссе номера Тастельгу. Хорошая передача. Очень хорошая передача. Ульсен немножко задержал в средней зоне. И не успел к ней. И опять шайба. В третьей зоне. Самой Эриксон подождал, пока нападающие не вышли. За синюю линию и вошел в зону. Как много паустрям. 2-1 по-прежнему. Шведы выигрывают. Бабинов и Мартынов. В обороне Бабинов делает неточную передачу. Это Улангдар. Заправил шайбу, который ворот. Голиков. Передержал, безусловно, передержал шайбу. Скворцов был в хорошей позиции справа. И отдыхающие хоккеисты. Касатонов делает неточную передачу. Улангдар обыгрывает Петисова. Обыгрывает Мишкина. Мышкина. И счет стал 3-1 в пользу сборной команды Швеции. И еще играть команды в 17 минут. Девять до шайбы. Напомню. Тем любителям Хогея, которые только что начали слушать наш репортаж. В первом периоде было преимущество сборной команды Швеции. И они дважды добились успеха. На третьей минуте отличился Сильвер. А на пятнадцатой Валкин. Во втором периоде была заброшена лишь одна шайба. Быков отличился 2-1. Счет стал. Преимущество в втором периоде было у наших хоккеистов. Но шайб больше заброшены не было. И вот в начале третьей двадцати минутки счет изменился. Улангдар провел третью. Наши хоккеисты вчера проигрывали две шайбы 0-2. Но потом сумели переломить ход игры. Куда стоит это сделать сегодня? Вбрасывание у ворот сборной команды Швеции. На льду звено Герасимова в нашей сборной. Фетисов. Герасимов, Быков, Васильев. В обороне сейчас Гимаев. И Фетисов. Очень хорошо защищаются шведские хоккеисты. Не получается у наших спортсменов комбинационная игра. Главным образом потому что внимательно и практически без ошибок действуют шведы в своей зоне. И в средней. Вступают в борьбу с нападом изменится. Опять брасывание в зоне шведской сборной. Быковый голбасный пас. Фетисову сильнейший бросок вратарь. Отбивает шайбу. Теперь он уже в средней зоне. Ну вот еще раз вы имели возможность. Тем не улетели зрителей. Посмотреть как было заброшено. Как была заброшена третья шайба. Атака сборной СССР. Падает Васильеву. Сейчас будет удаление. За подложку. Все. Даргрен будет удален. Крюшкой зацепил Васильева. И игра остановлена. Удаляется на две минуты. Много было удалений во вчерашнем матче. Несколько удалений в составе сборной шведской. Было сегодня. Но пока наши спортсмены не реализовали ни разу числе преимущества. А шведам это удалось. В первом периоде. Валтин забросил шайбу в тот момент. Когда на скамейке стройкников находился Кожевников. Итак. Первая пятерка сборной СССР. У шведов состав такой. 23 номер Унсен. Вместе с ним сейчас играет Уландер. И сильнейший парень. 58 секунд до конца встречи. 3-1 в пользу сборной Швеции. С 77 года. Простите. Уландер убегает от нападающих. Убегает от защитников. Бросает почти от синей линии. Мышкин отбивает шайбу. С 77 года. Сборная Швеции и Советского Союза провели уже 28 матчей. В рамках различных турниров. И во всех этих матчах. Сборная команда Советского Союза победила. С 77 года. Я говорю. Потому что именно в 77 году. Шведам удалось на Венском чемпионате мира дважды обыграть наших спортсменов. Но после этого все время выигрываются. Советские хикисты удастся ли сегодня победить? Очень трудно. Шведы сегодня настроены по боевому. А у наших игра не получается пока. Не получается. И вот той мощи, той быстроты, которая была у сборной команды Советского Союза вчера в заключительном периоде пока мы не видим. Федисов у своих ворот шайбы. Шведы по-прежнему играют в меньшинстве. Лорионов вошел в зону соперников в передаче. Касатонова. Касатонов идет вперед. Бросок. Хорошо играет Хеландер. Хеглун, простите. Хеглун принимает шайбу на себя. Атака продолжается справа у бортика Лорионов. Просок. Касатонов бросал шайбу, летит рядом со штангой. Лорионов опять. И его Роланд Эрикссон прижимает. Прижимает вместе с шайбой. Падает. Арбитры останавливаются в встречу борта. Сборная СССР. У Шведов сейчас на льду с защитниками Тельвин и Самоэс. Тельвин и Нападающий Рунквист. Вот он сейчас в дворотах у него был. Рунквист и Лоу. Касатонов. У синей линии пас направо. Быкову. Быков, Касатонов. Касатонов еще раз бросает. Ротар вступает в игру. Отбивает шайбу. Васильев подхватывает. Смещается вправо. В это время на льду появляется пятый Шведский Пикейс. И Шведы, перехватив шайбу, идут вперед. Прошли красную линию. Лоу. Дошел за Гимаевой и шайба потеряна. Герасимов справа. Рядом с ним Быков. Двоем они идут вперед. Вошли в зону соперников. Бросок вновь неточен. Вы знаете, броски какие-то неподготовленные пока у наших спортсменов. И положение не очень удобное. Шведы очень хорошо прикрывают зону перед вратарем. Сейчас игра остановлена будет в три. Наши тренеры после такого короткого совещания выпускают на лёд Светлого, Гожевникова, Белединова и Бабинова. В составе сборной Швеции Берглунд, Сундстрём, Ян Эриксон и защитники Валстин и Томас Эриксон. Шайба у ворот Велитало. Пошли вперед защитники команды Швеции. Нападающие, шайба в средней зоне. Берглунд на левом фланге. Гожевников. Выбрасывает шайбу из зоны. И вот теперь уже наши викисты, играя в меньшинстве, пытаются отобрать шайбу в зоне шведов. Опять шайба в средней зоне, вновь Берглунд, Сундстрём, Томас Эриксон, Валтин. Светлов бросается под шайбу и она уже перехвачена. Кожевников и Валтин ведут борьбу. Кожевников так осторожно подкрадывался к шведскому защитнику, пытаясь перехватить шайбу. Шведы играют в большинстве, но шайба в их зоне. Они не торопясь меняют игроков. Вот сейчас набирает скорость Хеглунд на месте центрального нападающего. Дошел до синей линии, вошел в зону сборной СССР. Ян Эриксон. Валтин, Томас Эриксон. Рядом со штангой шайба летит. Хеглунд. Шайба летит вдоль ворот. Клюшку подставил. Неожиданно вышел Эриксон. Из-за спины наших игроков. Вот Мышкин вовремя подставил клюшку. Вбрасывание у ворот сборной СССР. Ульсен. Замена нашей сборной. Петисов, Касатонов, Голиков. Голиков и Скворцов. Таков состав нашей сборной. У Шведов, Федор, Грен, Ульсен, Мертв. Защитники Андерсон и Хегланд по-прежнему на льду. Герасимов, отсидев две минуты, появился на льду. Наша команда в полном составе. Борьба в третьей зоне. Вчера на предконференции руководитель шведского хоккея тренер Паренстром сказали, что несмотря на поражение они довольны игрой сборной. Наш тренер Виктор Кикнов также отметил хорошие тактические действия команды. Высокую скорость, мобильность, удачную игру в обороне. И вот сегодняшняя игра подтверждает, что у нас сейчас на льду первая пятерка. У шведов звено Роланда Эрексона. Борьба за воротами вылетала. Передача на пятачок. Самуэльсон помешал Мальцеву набросить поворотом. А теперь уже шайба не торопясь катится через всю площадку к воротам Мышкина. Проброс шайбы в басуне. И опять шведы. Очень часто шведы выигрывают шайбу после вбрасывания. И во вчерашнем матче было, и сегодняшнем. Опять проброс шайбу. Атаки флангами не получаются. И бросков поворотом не очень много. Шайба в зоне шведов. Фетисов и Лоут. Новые хоккеисты на льду сейчас. Эриксон. Томас Эриксон идет вперед. Очень сильно и неожиданно бросает Мышкин. Отбил шайбу. Но шайба по-прежнему в нашей зоне. В зоне сборной СССР. Фетисов за воротами. И вновь ошибка. Много ошибок запускают наши спортсмены у своих пород. Крутов. Хорошая передача Мальцеву. Мальцев промахивается. Не получился у него бросок. И теперь Валтем уже шайбой. Крутов отошел назад. Прошел красную линию. И шайба потеряна. Рунквист. Вот обратите внимание. Никакой спешки. Спокойная игра. Расчетливая. Касатонов у своих ворот. Пас на фланг. Крутовы и не точно. Частенько ошибаются защитники сборной СССР. При передаче главным образом. Крутов. И шайба потеряна. Крутов хотел против. Множество остановок. Пауз. И опять обратите внимание. Шведы выиграли вбрасывание. На этот раз. Не удалось им. Начать атакующую комбинацию. Герасимов в средней зоне. Герасимов. Быков. Наши защитники сыграли неудачно. Пошли вперед. И вот теперь. Шведы провели быструю контратаку. Берглунд на левом фланге. Пошли вперед нападающие. Наши защитники догоняли Берглунда. Мешали ему как следует бросить. Но и Мышкин сыграл хорошо. Вбрасывание у ворот Мышкина. Берглунд, Сундстрем, Ян Эриксон. Защитники Андерсон и Фегл. Пятерка Шведов. Не попала Шайба к Васильеву. Быков делал передачу налево, но не точно сыграл. Белелединов. Быков. Все время идет борьба, все время атакам подвергаются все какие-то, которые находятся вблизи ворот. И Шайба, и без Шайбы. Сейчас Белелединов промахнулся метр шести, семи бросал. Мне кажется, что наши защитники сейчас какую-то уверенность потеряли. И сегодняшний будет хорошим уроком и для опытных хоккеистов, и для молодежи. В составе сборной СССР очень много новичков. И приехали сюда, в Швецию, такие известные хоккеисты, как Шалимов, Капустин, Шепелев, Хомутов, Жлуктов, Болин и Реггемаев. Наши тренируют возможность играть молодежи, ну и возможность опытных хоккеистов, которые остались в Москве, лучше подготовиться к ответственным встречам в турнире Мартынов и Бабинах на льду сейчас в составе нашей сборной. Вот эти неудачи, эти поражения порой приносят для многих игроков, для молодежи, больше пользы, чем легкие выигрыши. Сейчас будет удалеть встречи. И сейчас наша сборная будет играть в меньшинстве. Пауза, пока. Выходят спортсмены на лед, Голиков и Ролов Эриксон вели борьбу на точке выбрасывания. Голиков выиграл, сделал длинную передачу наш защитник Казатонов, отправил шайбу через все зоны, к шайбе первым успел Скворцов, но он один был. Не удалось ничего ему опасного сделать. Вот у ворот вылетала шведы, теряю шайбу в средней зоне, Фетисов идет вперед и бросает, шайба летит рядом со штангой, Скворцов подхватываю, подхватываю, но шайба уже в средней зоне. Напомню, сборная СССР играет в меньшинстве. Андерсен, Феглунд, пятерка шведов, у нас Васильев, Быков, Гимаев и Казатонов ведут борьбу. Шайба у сборной Швеции. Феглунд. Неточная передача. Казатонов первым будет у шайбы. И судьи фиксируют парабло. Ему еще сидит минуту и семь секунд. Врат, они опять шведы выиграли. Феглунд. Чаще они выиграют сегодня в Братсвине. Феглунд. Прошел красную линию, сместился на левый фланг. Шайба не расстается, доходит до ворот Мышкина, прокатывается за воротами. Оставляет шайбу, рут в гвесту. Борьба идет за воротами Мышкина. Лоб. Шведы все теперь в зоне нашей сборной. Расположились по углам и теперь разыгрывают не торопясь шайбу. Андерсен, защитник. Городин и играть неудачно Городин. Шайба вышла в среднюю зону. Вот Андерсен бросает в Мышкин, отбивает шайбу. Шайба взбивается вверх. Жене в 28 матчах подряд. Шведы сегодня могут победить. Победить сборную команду Советского Союза. Напомню и вчерашний матч в Гевле и сегодняшний в Стокгольме. Эта матча идут за счет турнира на предыде газеты Рудеправа. В полном составе наша сборная. Мальцев появился на лед. Он появился на льду. Бабинов прокатился через всю площадку. Выдевся на месте, что далеко. И теперь Мальцев, подплатив шайбу, справа идет вперед. Крутов рядом, оставляет шайбу. Ларионов, Ларионов бросает. Шайба за воротами. Касатонов, Мальцев, Ларионов. Хорошая передача Касатонову. И орбитовые минуты. 4 минуты 46 секунды до конца встречи. Наша команда сейчас будет играть в честном большинстве. Есть возможность сократить разрыв. В счете есть возможность отыграться. Только очень нужно поскорее забросить хотя бы еще одну шайбу. Шведы пока меняются, не торопясь какие-то. Бегутся. У шведов состав такой. Томас Эриксон Валтен. И два нападающих. Седерген и Ульсен. Борьба идет у борта. Не удалось овладеть шайбой нападающим. Ульсен выбросил шайбу подальше от своих ворот. Ларионов набирает скорость по издаче Крутого. Крутого выходит один на один. Наконец-то выходит один на один. Впервые в сегодняшнем матче после отличной передачи Ларионову. Но промахивается Мальцев. Еще один бросок. Еще бросок. Ну наконец-то. Шайба попадает в ворота. Аплодисовик. Как проводилась эта комбинация? Ларионов бросает. Крутов бросает. И шайба влетает в ворота. Три-два. И до конца встречи. Четыре минуты двадцать секунд. Шведы в полном составе, естественно. Три-два. Тут же наши какие-то пошли вперед. Звено сейчас Быкова на льду. Герасимов. Пас за ворота. Быкову. Васильев. Васильев обыгрывает шведского защитника Хеглунда. Пас на пятачок. Сильнейший бросок. С трудом. С трудом. С большим трудом. Велитава отбивает шайбу в угол площадки. Шведы прижимают шутки. Пятьдесят четыре секунды. Нужно сделать все. Чтобы попытаться уйти от поражения. Ну и конечно сейчас тренеры будут стараться выпускать сильнейший кисов на лед. Почаще. Выиграли наше вбрасывание. Крутов. Казатонов. Бросок. Шайба летит рядом со штангой. Петисов. Толкают Мальцева и отбирают в нее шайбу. Но тут же вступает в борьбу Крутов. Петисов. Шайба летит в сторону ворот. Самуэльсон. Выбрасывает шайбу из зоны. И она летит к ротам Мышкина. Петисов. Чуть не потерял шайбу. Крутов на месте центрального нападающего. Слева Лорионов. Справа Мальцев. Крутов идет к воротам. Прокатывается за воротами. Делает передачу. Не точно бросок. Бросал шайбу Лорионов. Шведы сейчас в основном обороняются. Лорионов опять атакует наши спортсмены. 3 минут 14 секунд до конца встречи Мальцев на левом фланге. За воротами Крутов Лорионов. Крутов идет вперед. Нужно сделать передачу. Мальцев рукой пытался остановить шайбу. Удалось шведским защитникам выбросить шайбу из твоей зоны. Вновь сбрасывание. Алтин. После перерыва защищался Быков 2-1. В начале третьего периода Ландер провел третий гол. 3-1. И вот совсем недавно Крутов изменил счет 3-2. Шведы играли в этот момент в меньшинстве. Опять шайба прижимается к боту. Тут 2 минуты 44 с пятерками. То появляется звено Лорионова, то звено Быкова. Вот сейчас Васильев в хорошей позиции был. Выкатывался из-за ворот. На пятачок клюшкой велетал, отбросил шайбу. Ну вот сейчас, безусловно, Ян Эриксон нарушал правила. Задерживал рукой нашего хокиста. Арбитр не заметил этого. Васильев входит в зону рядом. Быков Васильев потерял шайбу. Кто-то из шведов падает, теряет клюшку. Тоже пас рукой был. Шведам удалось перехватить. Кайбу идут вперед защитники. Даже пошел сейчас Валтин. Вот шведы еще одну замену проводят. Поиграется на льду Ян Эриксон. Его не было. Шайба летит. Кадится потихонечку. К воротам вылетала. Нет, не удалось. Не удалось организовать атакующую комбинацию. Не важно выиграть бросование. Ларионов и Ульсен на точке бросования. Нет, шведы выиграли. Шведы выиграли бросование. И сразу Хеглунд отправил шайбу в среднюю зону. Касатонов. Опять шайбу шведского защитника. Мальцев. Нет, шведы. Шведские хоккейсты проводят смену. Томас Эриксон. Сейчас тут человек 7 на льду. Шведов. Одни выкатываются, другие. По прежнему на льду. Ну вот здесь 5 человек. 5 хоккейстов. Пас налево к Крутову. Вошли наши спортсмены в зону соперников. В хорошей позиции сейчас. Ларионов нет. Не точная передача. Мальцева у шайбы не попала. Крутов ведет борьбу с Тельвином. Шайба по-прежнему в зоне шведов. Ларионов на правом фланге. Вот такой сам Уэльсон. За воротами фетис уже оказался. Он рядом с Мальцевым. Крутов. Уландер выбрасывает шайбу через все зоны. 55 секунд до конца встречи. 53. Проброс шайбы. Возможно сейчас наши тренеры заменят. Возможно. Ну, очередная смена. Очередные паузы. Быков с партнерами в обороне. Сергей Гемаев. Белелединов. Ротар выходит вперед. После сбрасывания сразу же он выгодился вперед. И не дал возможности Герасиму. Рунквист на точке сбрасывания. И Быков. Очень важно сейчас выиграть в Брасвине. Очень важно. Нет, в Брасвине еще не было. Но тут пока одни хоккейцы готовились к Брасвине, другие выбирали получить позицию за пределами пола красного круга. И кто-то из шведов, по-моему, ударил Быкова. Быков сейчас лежит на льду. Нет, это не Быков. Васильев лежит на льду. Васильев лежит на льду. И, видимо, ему требуется помощь. Сетисов, капитан команды, выкатился на льду. И сразу за скамейки запасных шведки, какие-то наперевес Сетисову, выкатились, чтобы, как говорится, не было численного преимущества. Даже вот такой неигровой момент. Арбитры фиксируют обоюдное нарушение. И сейчас будет удаление. Я вижу, по крайней мере, калитки уже открылись. Сейчас будет удаление и в составе сборной Швеции, и в составе... Нет, калитки закрылись после разъяснительной беседы с капитанами команд. Владимир Шуборц решил, что команды будут продолжать заканчивать встречу в полных составах. Наши какие-то решили поменять клюшки. И вновь новые игроки появились на льду. Защитники новые. Петитов и Касатонов, и Тройка Быкова. Борьба идет после фразы уже за воротами шведов. Томас Эриксон выиграл эту борьбу. И бросил шайбу через все зоны. Вновь игра остановлена. 36 секунд. Я думаю, может быть, сейчас выйдет на поле шестой пылевой игрок в нашей сборной вместо Мышкина. Я смотрю на Тихонова, на Юрзинова. Они совещаются. Мышкин смотрит на тренеров. Нет. Пока меняются только пылевые игроки. Первая пятерка целиком на льду. Валтин. Все время проходят смены. Все время паузы. Лорионов вел борьбу. Шайба. Хорошая передача. Мальцев. Болл. Прекрасная комбинация. И Мальцев забрасывает шайбу за 31 секунду до конца встречи. Великолепно сделал передачу великолепную Лорионов. И Мальцев молниеносно переправил шайбу в нижний угол ворот. Шведы выиграли в Брасовне, но тут же ее потеряли. Лорионов овладел шайбой. Лежа из трудного положения сделал пас Мальцеву. И Мальцев незамедлительно переправил шайбу в угол ворот. Ну, вы знаете, я говорил, что трудно будет отыграться нашим спортсменам, но не невозможно. Вчера шведский тренер. Такое впечатление, что ничего невозможного для сборной команды Советского Союза не существует. Проигрывая 2-0, они вчера сыграли отлично. В третьем периоде забросили 4 шайбы, показав великолепный хоккей. Сегодня еще 2-1 ситуация была. 3-1. Наши спортсмены проигрывали в середине третьего периода. Ну, я не знаю, удастся ли выиграть. Но то, что удалось отыграться, это тоже уже говорит о том, что у наших хоккейстов и характер боевой, ну и мастерство есть. Ну, игра еще не закончена. 20 секунд до конца встречи по-прежнему наши спортсмены атакуют. По-прежнему первая пятерка на льду. Шведы обороняются. Сейчас шайба вылетела за пределы поля. За пределы площадки. 3-3 в матче сборной команд Швеции и Советского Союза. Одно вбрасывание. И так, напомню, кто забрасывал сегодня шайбы. В первом периоде Сильвер и Валтин. Во втором Быков, Крутов и Мальцев. 3-3. Осталось играть спортсменам 1 секунда. А дождик, где бы нет, Гольма. Растаемся мы с вами, уважаемые любители хоккея, ненадолго. Напомню, в Москве начинается турнир предпризы и газеты «Извести». 16 декабря начинается. И вновь мы будем с вами переживать на наших спортсменов. Будем наблюдать матчи сильнейших команд мира. А на этом мы заканчиваем наш репортаж из дворца спорта «Люхан-эспорт». Передача была организована Центральным телевидением.